Листящий отучился в Дагестанском государственном университете Махачкалы. Магомед решил посвятить жизнь службе родине и устроился юрисконсультом в отдел вневедомственной охраны МВД Дагестанской столицы. 9 июля 2016 года Магомед с родственниками решил отдохнуть на природе. Выехали в лесистую местность неподалеку от села. К несчастью, именно здесь скрывалась одна из террористических группировок подчиненных ИГИЛ. С Магомедом в палатке находились еще четверо. ИГИЛовцы вытащили их, связали руки. Боевики не церемонились даже с детьми, а детьми. Один из них пнул маленького мальчика. Брат Магомеда Абдул-Рашид попытался защитить мальца и был убит на месте. Узнав, что Магомед Нурбагандов лейтенант полиции, боевики поставили его на колени и потребовали обратиться к коллегам с призывом бросать работу в правоохранительных органах. Герой России ответил коротко. Работайте, братья. После своей знаменитой фразы Нурбагандов не прожил и 30 секунд. В начале сентября спецслужбы провели две спецоперации в Махачкале и Избирбарше. В окружение попали члены и глава бандгруппы, убивший Магомеда Нурбагандова. На телефоне одного из террористов был найден оригинал записи убийства. Так правоохранители увидели подвиг коллеги. Магомед Нурбагандов, герой России. Его слова и знаменитое видео стали символом и мотивацией для работы силовиков по всей стране. Он простой офицер, поступок которого и сейчас вдохновляет молодых ребят, приходящих в правоохранительные структуры. Силовики хранят память и восхищаются героями. В сети часто появляются отклики. Оперативные видео подписаны «Работаем, брат». Магомед стал человеком, который вселяет в сердца людей веру и желание бороться с несправедливостью и бесчеловечностью. Героический поступок Магомеда Нурбагандова высоко оценил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что полицейский был настоящим героем, настоящим мужчиной, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу. Магомед и Олимбек Нурбагандовы были посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации. Смотрите совместный проект Героя России в эфире Первого Республиканского канала Донецкой Народной Республики. На сайте мы помним. Ищите нас в социальных сетях. Внимание, граждане! При артиллерийском обстреле необходимо спуститься в укрытие. При его отсутствии спуститесь на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше. Не пользуйтесь лифтом. Найдите самое внутреннее помещение. Желательно, чтобы все стены в помещении были несущими. Если все комнаты внешние, выйдите на лестничную площадку. Ни в коем случае нельзя находиться напротив окон. В выбранном месте необходимо сесть на пол у стены. Надежные укрытия, подземные переходы, широкие трубы водостока, подземные хранилища и паркинги, смотровые ямы СТО, глубокие подвалы под домами старой постройки, где есть два выхода, цокольные и подвальные помещения зданий и сооружений. Во время обстрела категорически запрещается бежать к зданиям, особенно если они из стекла и металла. Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов. Ракета или снаряд могли быть кассетными. Поэтому при начавшемся артобстреле не впадайте в панику. Отсутствие подготовки и несоблюдение элементарных правил – огромная опасность, которой можно избежать. Дневная сводка штаба территориальной обороны ДНР на 1 марта. В ходе совместной операции Вооруженных сил Российской Федерации ДНР и Луганской Народной Республики по демилитаризации и деноцификации Украины, группировка войск ДНР продолжает освобождать населенные пункты ДНР, ранее находившиеся под контролем ВФУ. В настоящее время под контролем подразделений Народной милиции находится 29 населенных пунктов. Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка-2, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Толоковка, Сартана. Завершается блокирование Мариуполя и Волновахи. По данным Управления Народной милиции ДНР в ходе обстрелов территории ДНР вооруженные формирования Украины применили реактивные системы залпового огня, 152 и 122-мм ствольную артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Под обстрелы попали районы 16 населенных пунктов республики. В результате военной агрессии ВФУ за прошедшие сутки погибли 5 человек и 23 получили ранения, повреждены 22 жилых дома, 10 объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных ВФУ за последние сутки боеприпасов – 322 единицы, сообщает представительство ДНР в СЦКК. В Министерстве угля и энергетики ДНР отмечают, что обесточены 4 котельные, две школы, один детский сад, свыше 4,5 тысяч абонентов в Горловке, Ясиноватском и Новоазовском районах. Штаб территориальной обороны ДНР напоминает, что Киев продолжает фабриковать массу информационных вбросов с целью дискредитировать действия Вооруженных сил Российской Федерации и группировок войск ДНР и ЛНР. Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних источников информации. Пользуйтесь проверенными данными официальных каналов. Берегите себя и родных. Постарайтесь не выходить из дома без крайней необходимости. Следите за сообщениями штаба территориальной обороны ДНР. Продолжение следует... По телефонам, которые видите на экране.